всем привет вы на канале industrial tool и сегодня я хочу поговорить о такой теме как ремонт ушм dga 504 знаю у многих сейчас есть такая ушм состояние поломки когда сгорел контроллер по гарантии возможно отказали или уже кончилось гарантийный срок а заказать и поставить новый контроллер и статор это очень дорого видите вот разобрал свою у меня принципе все работает я не так часто и пользуюсь плюс я еще работая в сервисном центре заметил такую тенденцию что сгорают данные контроллеры при использовании не оригинальных аккумуляторов вот когда приносили сгоревшие спрашивал всегда у людей почти все использовали не оригинальные аккумуляторы я использовал на этой оригинальный аккумулятор у меня она вот восемнадцатый год и она рабочая также я кто смотрит подписан на мой канал показывал что makita внесла сейчас изменения и почти на все такие как сказать бесщеточные инструменты свои 18 вольтовые раньше как было здесь шел контроллер и статор это все одна запчасть и стоило очень дорого и отпаять ее вот здесь даже хоть винтики есть но чтобы снять датчик холла и плату вот эту нужно с паяльником работать отпаивать а отпаять тут не так просто такие серьезные пайки а сейчас они стали все делать это раздельно отдельно продается статор отдельно продается контроллер вот с этой платой датчиков холла ну а вообще вообще на сегодняшний день купить в россии такую болгарку проблематично ну если поискать конечно есть давайте вот посмотрим интернет я и вот сайт авито прошерстил до этого если смотреть тут короче всякая шляпа вот эта китайская не оригинальная и 1 по цене я выбрал подешевле чтобы было сортировку и вот она makita club короче 12 840 это самое дешевое что можно купить в россии плюс скорее всего будет доставка не знаю сколько здесь доставка стоит всем возможно по-разному где-то 13 500 14000 купить в россии такую уши м смотрим дальше самое дешевое что я нашел здесь ссылки если нужно вам я оставлю на эту шлемочку это 11995 доставка бесплатная так клиенту пишет товар пришел без фирменной упаковки обернутой пупырочетой пленкой в обычной коробке на все похоже на оригинал особых претензий нет магазин там по бренд power tools store давайте посмотрим чего у них еще есть ну по идее отсюда должны приходить оригиналы но нужно еще желательно у продавца спросить какой будет шпиндель на китайских можно попасть что шпиндель может быть тоненький не на короче подругой размер гайки второй магазин здесь уже подороже 10 800 доставка 3000 13 800 примерно выйдет здесь чё пишут люди доставили почти за месяц были у нас комплектации решили про продавец вместо диска положила реплику батарейки макита большой люк батарею причем так оставил ли фонарик вроде как пишут что оригинал и третий магазин это 16000 рублей и давайте по запчастям ну какой-нибудь любой российский магазин где есть можно посмотреть схему мы открываем и обычно вот у нас идет под цифркой 1 и он выдает 629 140 статор комплекс в комплекте 629 140 такого артикула уже давно не продают поподробнее сейчас я чуть позже об этом расскажу а вот мы например откроем сайт нидерландов а здесь уже более по-новому сделано видите написано но это я перевел уже на русский поле плюс контроллер то есть это статор и контроллер в комплекте и артикул его вот этот уже артикул такой продается и и на алиэкспрессе и у нас в россии и мало кто знает что если некоторые схемы вот эти промотать вниз так промотать вниз и здесь мы под 47 позиции которая не указана вообще на самой схеме вот здесь вы 47 позицию и и тут вот 46 самая последняя будет 47 вы здесь не найдете но весь списке она есть и указана контроллер а 48 позиция указана винтики для этого контроллера но опять на это сейчас сильно внимания не обращайте просто знайте что некоторые некоторые позицию макиты вот сделаны почему-то так они в схеме не указаны но всегда вот внизу есть такие интересные вещи внизу этого списка обычно внизу там аксессуары и прочее но бывают и вот такие позиции например в некоторых схемах перфораторов 2470 вот если опуститься так вниз там будет сверху если смотреть по обычной схеме ствол то есть артикул ствола мы посмотрим а если опуститься вниз то будет еще один артикул ствола уже в сборе но опять же не на всех эта схема сделана но если мы будем смотреть официальную для сервисов схемку то вот справа мы можем увидеть под под единичкой гляньте сколько здесь замен было и также если мы промотаем вниз идет аксессуары 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 и вот он тоже контроллер есть и винтик и давайте разберем по порядку изначально артикул был 629 140 и потом тут вот есть номер закрытия его немножко изменили давайте посмотрим было короче раньше такая вот ситуация эта схема принципиальная здесь мы видим коннектор и соединен этим коннектором к выключателю резистор в этом документе указано что статор был изменен и резистор короче интегрирован сам контроллер и вот она новая схема уже резистора здесь нет таких такие уж м я своей жизни не встречал чтобы было там где-то резистор вот у меня восемнадцатого года здесь уже нет резистора никакого ну и здесь внизу если мы опустим ниже вот для 504 артикул был 629 140 плюс вот этот фильтр линейный резистор коннектор еще что-то и это все все позиции стали внутри статора вы статоры говорю ну в контроллер короче все эти резисторы они вставили в интегрировали в контроллер и артикул стал 629 173 также это было сделано и на других уши м очках вот статор 629 134 стал 629 174 уже но это 505 болгарка а здесь у нас видите вот 1234 пункты 1234 это для 404 454 504 ну в каких странах канада китай а для россии 5678 то есть для россии были вот этот 629 140 и стал 629 173 идем дальше что 29 173 появился появилась еще одна замена на 609 176 вот он этот документ 16 года июня почему поменяли вот здесь написано если мы переведем контроллер сменился в связи с изменением политики закупок функция форма и размер остаются прежними то есть они говорят что все осталось как есть потом идем дальше 176 опять появился какой-то документик и опять походу на 173 поменялся вот она 504 болгарка написано статор в комплекте был изменен давайте лучше переведем комплект статор изменен связи со сменой поставщика комплектующих а вот здесь вот указано что завода ммс и на завод ммр комплектация статора изменена в связи с переносом производства цуб на завод ммр это перевело ммс завода короче ммс на завод ммр что такое ммс и что такое ммр я вот нашел такой документ 23 года как бы отчет они делают о своей работе если мы здесь введем ммс чайна плант ммс и весь вот история развития история как короче развитие компании макита и девяносто третьем году они запланировали строительство завода в китае и чтобы он с июля девяносто пятого года выпускал продукцию вот в 2008 завод получил сертификат iso 14001 а завод м ммр его запланировали строительство в 2005 году и в 2007 вот либо его построили либо уже продукцию начали выпускать но сертификат он получил в 2008 году и завод ммр это завод в рубынии и получается что просто поменялись заводы и на сегодняшний день эти два контроллера можно у нас приобрести вот он же 176 и 173 и цены на них просто комнатные 14 тысяч румынские будет стоить и китайские 18 тысяч 17 880 что является нереальной ценой для того чтобы делать ремонт для обычного человека у меня цены здесь другие у меня я за 11000 могу купить контроллер но даже за 11000 это нереально дорого смотрим дальше появился здесь под цифр один просто статор и документик давайте его откроем и в этом документе ки как раз рассказано что раньше все это было цельной запчастью то сейчас они сделали статор отдельно и нарисовано как вот было спаяна вместе теперь отдельно статор и отдельно идет контроллер с двумя с платкой из пластиковых силовой силовыми контактами здесь более подробно нарисовано как это все собираются то есть кладете плату потом это и на 6 винтиков закручиваем это схема это как укладывать кабеля еще одна какая-то схема ну это не важно важно нам что нам нужно здесь найти вот у нас 504 уши м очку у нас 504 вот то есть они сделали и для 173 изменения вот новый статор теперь вот этот артикул контроллер вот этот артикул и винтики вот этот артикул 6 винтиков и также в конце есть еще одна одну 504 потому что здесь уже ну для 629 176 то же самое те же самые артикулы вот и давайте посмотрим статор мы введем если мы вводим статор то в принципе вот центрального сайта центрального склада дядько за 2 200 и за 1530 если чуть-чуть подождать это с центральных складов макиты можно приобрести да кто не знает это магазин дядько здесь можно приобретать продукты точнее запчасти на любой инструмент по приемлемым ценам но опять же за эти деньги то есть ну это будет у вас только один статор и если у вас старая вот эта схема сюда вы его не подключите он будет там другие совсем посадки он сделан под прикручивание под новый контроллер поэтому вам нужно если у вас такая уж и м старая то заказывать нужно будет и статор и контроллер если уже у вас уж и м сейчас много появилось где написано type 2 я сто процентов не уверен но мне кажется там уже вот но по-новому сделано раздельно то там если у вас повредился статор заказываем статор и если повредился контроллер заказываем контроллер но опять же если повредился датчик холла то заказываем тоже контроллер контроллер давайте посмотрим но в россии такой контроллер по моему не купить давайте запрос сделаем на контроллер и ничего не найдено но есть алиэкспресс и вот на алиэкспрессе есть такое предложение как это старый контроллер которому припаян статор и цена в принципе более менее приемлемая это 9 139 но есть и новый контроллер и что здесь интересно статор здесь стоит 1865 с бесплатной доставкой плюс можно тут поиметь купончик небольшой но рублей 200 скинуть а контроллер стоит всем 153 и винтики еще 500 рублей но есть также позиция когда это все вместе это не спаянный статор это вот эти вот три позиции поняли до контроллер винтики и статор просто сразу махом одним купить и стоит это все всего лишь 8 561 и на сегодняшний день это самое выгодное предложение чтобы отремонтировать ваш уши то есть если у вас осталось загажники ваша болгарочка то принципе за 8 600 да даже дешевле вот давайте посмотрим купончик здесь есть купон на 193 42 то есть на 200 рублей дешевле поэтому ребят ссылку на этот контроллер и на этого продавца я оставляю в описании кому интересно данная позиция заказывайте и ремонтируете свои болгарочки в россии когда появится вот это вот все отдельное я не знаю контроллер появился еще пару лет назад год год назад точно он мы даже его заказали он в магазине где я работал то есть точнее сервисе там лежит до сих пор потому что его никто не купит и никому он не нужен пока не будут продаваться другие запчасти точно так же он скорее всего и лежит на складах у макиты мертвым грузом но потихоньку запчасти начинают появляться и поэтому вот пожалуйста братья китайцы вручают ну и какой еще плюс в этом если у вас случится еще одна поломочка в будущем то вы уже можете заказывать просто один контроллер и уже не 8 500 платить а 7 153 минус купончик возможно это все еще и подешевее может подорожает никто не знает сейчас продавец дает скидку 10 процентов но если мы почитаем отзывы отличный контроллер доставка раньше снял звезду за то что к статору плата и кольцо не подошло вот видите человек пишет стат к статору не подошло потому что у него был припаянный он пишет отрезал и припаял старые а в целом контроллер работает отлично видимо видно оригинал очень рекомендую не подошло я вам объяснял в начале ролика что у человека вот такой был статор а он заказал этот новенький естественно сюда не подойдет но как вы видите можно теоретически отрезать провода просто и перепаять и тоже вариант сработать то есть можно вам сэкономить купить тут за 7 153 только вот эту часть контроллер и получается силовые провода спаять и вот эти контрольные тоже 5 штучек спаять и все также будет работать давайте почитаем еще комментарии отличный блок я отличие от оригинал не нашел тестировал три дня в самых жестких режимах замечаний к плате нет рекомендую к покупке это лучше чем оригинал и цена вполне разумная ну это конечно глупое утверждение лучше чем оригинал это просто оригинал все хорошо уже поставил все работает фото не успел сделать оригинал никаких отличий на проводах даже идентичная маркировка брал за 4 900 совету и не когда были такие цены и откуда этот комментарий доставка около месяца получил установился работать как оригинал полностью совместим описание поставил все работает все отлично подошло и работать продавца рекомендую лагарка жила внешне один в один а вот это самый смешной комментарий на makita dg 54 не подходит регулятор не работает не рекомендую к покупке выброшенные деньги в мусорку это самый не знаю глупый комментарий либо у чувака реплика какой регулятор на 54 болгарки нет регулятора никакого не регулятора оборота вообще никакого регулятора чувака походу как это китайская шляпа а он на нее заказал оригинал так все подошло ремонт успешен ну и там дальше все в таком же духе идет все отлично пришло быстро работает отлично нормально то есть заказывать можно цена нормальная как бы решайте заказывать ну а на этом спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал ставьте лайки всем пока и не забывайте подписаться на мой телеграм-канал